Чем ближе развязка, тем больше становится интрига. Кому же достанется титул королевы красоты ТГТУ? Но сейчас конкурсантки обеспечивают себе место в финальной десятке на промежуточных этапах. В прошлый раз четыре девушки поборолись за звание мисс интеллект, а теперь настало время определить самую талантливую. Университет хоть и технический, но оказывается и среди физиков полно лириков. На корону главной красавицы ТГТУ претендуют 14 участниц. И с творческими номерами выступят они все. Хотя девушки получают от процесса удовольствие, к подготовке они подходят серьезно. И в этом они не одни. Во-первых, конкурсантки сдружились. А во-вторых, они всегда могут обратиться за поддержкой наставников. У нас есть профессионалы, которые в области вокала, в области хореографии, которые подсказывали, помогали участницам. И вот уже сегодня увидим плоды этого творчества. Какие-то ограничения были при подготовке? Ограничений никаких нет. То есть, какой номер ты хочешь подготовить, нет. Полный полет фантазии, творчества. Ограничений только по времени. У нас есть регламент. А так нет. Чтоб мир везде и в каждом уголке планеты. Все сытые, одетые всегда. Чтоб детки никогда не знали беды. А взрослые счастливые всегда. Такая свобода творчества предстала перед членами жюри в лучшем виде. Помимо уже привычных песен, танцев и чтения стихов, было немало номеров в оригинальном жанре. Кто-то прямо на сцене писал картину, посвященную конкурсу. Кто-то устроил настоящее шоу с барабанами. А кто-то даже решил блеснуть чувством юмора в стендап-выступлении. Очень люблю науку. И недавно я научилась скачивать гугл. И сейчас занялась подготовкой к мисте ГТУ. И решила, что буду питаться правильно. Но в Макдональдсе это делать очень сложно. Выбор был непростым, но все-таки большинство голосов судьи отдали Екатерине Богатыревой и ее ритмичному номеру. На конкурсе она представляет клуб выпускников, а ударный инструмент взяла в руки 7 лет назад, когда в ТГТУ организовали шоу-барабанщиц. Готовились очень долго, потому что у нас свой профессиональный коллектив. Вот конкретно этот номер мы готовили в районе полугода. Весь проект готовили около года. И вот смогли поделиться частью нашей работы и очень довольны результатом. Но больше, мне кажется, нас порадовала реакция публики, потому что, мне кажется, артист всегда работает ради публики. Это здорово. Также сами участницы выбрали мисс Дружбу. Ею стала Анна Бурцева из Института экономики и качества жизни. У нас репетиции длятся уже больше месяца. И за это время мы правда с дружили с девочками. У каждой у нас есть страх. И каждый пытается поддерживать друг друга. Думаю, любая девушка будет на самом деле достойной мисс Дружбы. Но так получилось, что стала я. А как думаешь, почему именно ты? Может быть, я лучше чувствую то, что переживает девушка. И я тоже это переживаю. И мне это близко, наверное. Впереди остается только финал, который пройдет уже 10 марта. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей.